Строительство здания на Охтинском мосту, и это было бы самое крупное деревянное здание в мире. Египту, Иордании, Израилю, безусловно, от такого соседства теперь может не поздоровиться. Хочется аплодировать стоя градостроительным властям за такое отношение к городу. Здравствуйте, друзья! Это снова субъективные новости архитектуры, дизайна и путешествий. Мы продолжаем освещать самое интересное, что происходит вокруг нас. И сегодня короткие новости посвящены третьим странам, так называемым. Например, в Тиране, в столице Албании, началась работа по реконструкции бруталистской пирамиды, постройки 1980-х годов. Эта пирамида будет превращена в культурный молодежный центр, а реконструкцией занимается голландское бюро Винни Масса МРВ ДВ. Студия намерена превратить пирамиду площадью 11 835 квадратных метров в центре Тираны в народный памятник, в котором будут находиться кафе, студии, мастерские и классы. Для молодых албанцев будут доступны бесплатные уроки. Ну что ж, тут можно сказать, что албанцам, безусловно, повезло. Нам повезло чуть-чуть меньше. Хотя студия Винни Масса предлагала свой проект для реконструкции, точнее, для строительства здания на Охтинском мосту. И это было бы самое крупное деревянное здание в мире. Но победили в конкурсе другие ребята, и мы поедем, видимо, смотреть на творение Винни Масса в Тирану в следующий раз. Ну а вообще, что касается бруталистской архитектуры, то очень здорово, что ей находят новое применение. И я надеюсь, что санаторий Дружба, который мы видели в Крыму, тоже найдут новое применение нового инвестора. И он снова воссияет, как прежде. Ну а на Мадагаскаре студия Мартазави построит, точнее, напечатает первую в мире школу на 3D-принтере. Школа будет состоять из капсул, которые смогут выполнять различные функции, например, классов, научных лабораторий и танцевальных студий. А при необходимости расширяться. Каждая капсула будет построена из бетонного заполнительного, напечатанного на 3D-принтере. Внешний орнамент повторяет традиционные паттерны малогасийцев и будет использоваться для вертикального фермерства. Крыша из оцинкованного металла, покрытая натуральной травой, поможет зданиям гармонировать с окружающей средой, а солнечные панели обеспечат школу электричеством. Ну что ж, очень здорово, что технологии позволяют развиваться даже таким довольно отсталым странам. Я в свое время был на Мадагаскаре и на одном из островов посещал школу, в которой не было электричества. Состояла она, кстати говоря, всего из двух классов для детей до 10 лет и для детей от 10 до 14 лет. Ну и обучали там в основном не наукам, а простым вещам, например, тому, что нужно мыть руки перед едой. Новая социальная сеть Clubhouse порядком поднадоела. Ну а вот в Индии построили свой Clubhouse для молодых футболистов в штате Бенгал в рамках программы по развитию физкультуры и спорта. Здание стоит у воды и развернуто на поле. На первом этаже находится место для собраний, раздевалки и души. На втором площадка для обзора. Лестница также используется как трибуна. Спорт, безусловно, всяко лучше, чем какая-то болтовня, но вообще, что касается Clubhouse, мне кажется, это сеть для тех, которые хотят отправить кому-то аудиосообщение, но не знают кому. Ну а партнеры нашего выпуска, компания Бишко, продолжает играть в ассоциации. На этот раз они тоже индийские. Весенняя новинка – светильник Индиана, в основе которого нетипичный для других моделей Бишко, но характерные для восточных орнаментов элементы и плавные изгибы. Представляет собой цветок, символизирующий просветление и чистоту. Такой объект в интерьере, несомненно, станет не только украшением, но и арт-терапией, заряженной на исполнение желаний и процветания. Безусловно, этот объект Бишко понравится любителям более плавных форм, но у меня возникает вопрос, неужели ребята, так же как и Колумб, ошиблись и не поняли, куда они приплыли? Ведь Индиана находится в Америке. «Звездная ночь» Винсента Ван Гога – одна из самых известных картин, теперь доступна в виде конструктора Лего. И каждый из любителей сможет самостоятельно воссоздать этот шедевр 1889 года. Созданный 25-летним аспирантом набор был загружен на веб-сайт «Идея Лего». Это место, куда пользователи могут присылать свои идеи для новых продуктов, которые затем могут превратиться в серийные, если наберут более 10 тысяч голосов общественности. В свою очередь, творец получит 1% от оборота продаж в виде ройалти. Возможно, сейчас это один из выходов, потому что, к сожалению, музеи в Амстердаме закрыты, и музей Ван Гога в том числе. Но также вы можете посмотреть и наш влог из этого города, и мы были в этом музее и рассказывали о нем. Ну а если все-таки хочется приобщиться к искусству вживую, но не банальным походом в музей, то отправляйтесь в недавно открытый парк Казимира Малевича в Иденцовском районе Подмосковья. Там установлена инсталляция художника Григория Орехова, инспирированная знаменитым черным квадратом русского мастера-основоположника супрематизма. Орехова же, в свою очередь, называют единственным в России художником, работающим в постминимализме. Если вы знаете, что такое постминимализм или были в этом парке, то обязательно напишите, очень интересно. Стремясь побудить пользователей следовать принципам устойчивого развития, компания IKEA выпустила инструкции по разборке своей мебели для того, чтобы пользователи смогли продлить срок службы этих изделий. Компания заявляет, что к 2030 году каждый из их продуктов будет иметь возможность изменения функции, ремонта, повторного использования, перепродажи или переработки. Ну а пресловутый Virgil Eblo в очередной раз переработал культовый предмет дизайна. На этот раз знаменитый будильник компании Brown по дизайну Дитера Рамса. Будильник будет выпускаться в двух цветах и будет доступен в некоторых бутиках off-white, либо онлайн. Но, к сожалению, там они уже закончились, поэтому можете просто встать на лист ожидания. Ну а на побережье Саудовской Аравии продолжает развиваться амбициозный проект под названием «Красное море», который охватывает пять островов и внутренние территории. На них будет построено 16 отелей с тремя тысячами номеров. Проект собрал множество звезд архитектуры первой величины, таких как Foster & Partners, Kilo Design, Kengo Kuma, Jean Nouvel и другие. И определенно станет очередной вехой в развитии и использовании технологий устойчивого развития. Политика стопроцентного использования возобновляемых источников энергии, нулевой выброс отходов, стопроцентная углеродная нейтральность и полный запрет на одноразовую пластмассу. Одной из изюминок проекта стала работа бюро Foster & Partners по разработке острова Коралловый цветок и строительства отеля 12 на одном из островов. Комплекс в форме кольца словно парит над морем, едва касаясь его поверхности. Еще одна непростая задача, которую пришлось решать в Foster & Partners – строительство отеля Южные Дюны, одного из двух отелей в глубине суши. Так как объект расположен в пустыне, авторам пришлось полностью отказаться от использования материала с высокой термальной массой, таких как камень и бетон, и максимально использовать префабы для конструктивных компонентов, чтобы привести на место готовые модули и оперативно смонтировать их там без ущерба для окружающей среды. Компания Foster & Partners также поручена строительству международного аэропорта Красного моря, запуск которого ожидается в 2022 году. Облик аэропорта полностью созвучен окружающему ландшафту пустыни. Вокруг центрального холла прилета и вылета радиально расположены пять капсул терминалов, которые с высоты птичьего полета напоминают песчаные дюны. В каждой из этих капсул, помимо зала вылета, будут работать спа и рестораны, а между ними будут разбиты зеленые зоны с пышной растительностью. Причем каждая из пяти капсул может работать автономно в качестве мини-аэропорта, что позволит в периоду низкого спроса закрывать часть аэровокзала с целью снижения потребления энергии. Два боковых сервисных крыла сообщаются с центральным терминалом, что по задумке авторов также снизить потребление энергии по сравнению со стандартными отдельно стоящими вспомогательными зданиями. Форма кровли здания тоже спроектирована таким образом, чтобы затенять максимум внутреннего и внешнего пространства и снизить тем самым затраты энергии на охлаждение. А остекление с северной стороны помогает максимально использовать дневной свет без ущерба для солнцезащитных характеристик. Также, как и все объекты проекта Красное море, аэропорт будет работать на стопроцентном возобновляемых источниках энергии и с полным отказом от использования одноразового пластика. Открытие Саудовской Аравии для туризма и либерализация законодательства вызвало поток внутренних инвестиций в этот самый туризм и появление вот такого замечательного проекта. Поэтому, конечно, соседям по региону, другим туристическим, можно сказать, державам на Красном море, Египту, Иордании, Израиле, безусловно, от такого соседства теперь может не поздоровиться. Ну а что касается Фостера, то он временно отошел от дела в знак протеста против убийства журналиста, который критиковал правительство. Это ужасное событие произошло в 2018 году, и пока заказчики и выновные не найдены. Но главное, чтобы Фостер не отказался от авторства своих проектов, как это произошло, например, в Крыму, с санаторием Мрия. Но об этом мы рассказываем. Ну а другой лауреат Притцкеровской премии, архитектор Ричард Роджерс, заканчивает свое последнее в карьере здание. Это галерея, которая возвышается на высоте 27 метров на склоне горы над виноградником Шато-де-Кост на юге Франции. Этот проект, получивший название «Галерея рисунков Ричарда Роджерса», стал последней работой архитектора перед его уходом из Роджерс-Стерк-Харбор-энд-Партнерс, студии, которую он основал в 1977 году. Художественная галерея площадью 120 квадратных метров почти полностью подвешена над землей и имеет всего 4 небольших опоры. Здание поддерживается ярко-оранжевой структурой, которая видна снаружи, как и многие оригинальные строения, спроектированные пионером архитектуры хай-тек, включая центр Помпиду и здание Ллойда. Доступ к галерею осуществляется через короткий мост. Через окно в торце здания открывается вид на виноградник и горы Люберон в Провансе. Небольшой павильон – это последнее архитектурное дополнение на винограднике Шато-Ла-Кост, объединяющее здание лауреатов Притцкеровской премии, Тадао-Анда, Жанна-Новеля, Ренце-Пьяно, Серпентайн Гэллери Фрэнка Герри 2008 года. Шато-Ла-Кост продолжает, можно сказать, традиции хороших виноградников соединять искусство, архитектуру, ну и, собственно, виноделие. Мы с таким сталкивались в Австралии в хозяйстве Пойнт-Лео, также очень интересный парк и винодельня Будда-Эден в Португалии. Это мы все снимали, поэтому вы сможете посмотреть. Ну а что касается Ричарда Роджерса, то, безусловно, это гений своего времени, который прославился на весь мир многими-многими постройками. Ну, очень многими аэропортами, например, Женевским аэропортом, Лионским аэропортом, или даже аэропортом в Пекине. Но также здание Европейского суда по правам человека, которое сейчас довольно активно звучит. И мы, кстати говоря, в Страсбурге тоже были, и в том числе и это здание освещали в нашем блоге. Посмотрите. Ну а в Сан-Франциско недвижимое имущество в буквальном смысле иногда становится движимым и переезжает. Недавно двухэтажное 139-летнее здание викторианской эпохи успешно преодолело шесть кварталов, чтобы сменить место своей дислокации с Франклинг-стрит на Фултон-стрит. Викторианский дом с шестью спальнями и тремя ванными комнатами перевозился на гигантских платформах, в то время как зрители наслаждались шоу и фотографировались. Переезд оказался делом непростым и весьма дорогостоящим – аж 400 тысяч долларов США. Ведь длина особняка составляет 25 метров, а часть пути шла под горку, да еще различные препятствия в виде фонарных столбов, деревьев и дорожных знаков мешались. Причиной переезда стал факт передачи участка под домом под новую застройку. По плану тут появится восьмиэтажный жилой дом на 48 квартир. А вот переехавший викторианский особняк будет переоборудован всем резиденцией. Вообще, подобный исход домов в Сан-Франциско – явление относительно обычное. 50 лет назад, в 1974 году, уже были перемещены 12 домов. Правда, те были поменьше. Хочется аплодировать стоя градостроительным властям за такое отношение к городу и за такое отношение к старине и ее сохранению. Ну и вообще, конечно, это один из уникальных случаев, когда кукушка поехала вместе с крышей. Итальянский дизайнер Тобио Замботти использовал выброшенные одноразовые маски для набивки дивана. Таким образом, он хочет привлечь внимание к проблеме огромного количества отходов, которые возникают в результате борьбы с пандемией коронавируса. Диван, названный «Диван-19», как прямая отсылка к COVID-19, наполнен средствами индивидуальной защиты, которые были собраны гражданами Перджины Валсугана, родного города Замботти на севере Италии. Светло-голубые маски покрыты прозрачным ПВХ, чтобы напомнить верхушку айсберга, как намет на тот факт, что 10 тысяч масок для лица, использованные для создания этого дивана, всего лишь часть из 129 миллиардов, которые выбрасываются по всему миру каждый месяц с начала пандемии. По оценкам, около 70% этих масок попадут на свалки или будут плавать в наших водных путях, где в течение примерно 450 лет они разложатся на микропластике и попадут в организмы морской фауны. Несмотря на то, что частицы коронавируса могут выжить в масках только в течение примерно 7 дней, Замботти хранил их в запечатанных пластиковых пакетах в течение месяца, чтобы не осталось никаких следов, а также продезинфицировал их озоновым спреем, который инактивирует вирусы, аналогичную тому, который вызывает COVID-19. Четыре модульных элемента дивана можно комбинировать в разные композиции. Моя цель в этом проекте состояла в том, чтобы превратить мусор в нечто значимое, говорит создатель. В одном из прошлых выпусков мы уже говорили о проблеме масок и их утилизации, ну а если говорить о проекте Замботти, то он очень сильно напоминает диван по дизайну Гарри Нурриева, который они сделали совместно с брендом Balenciaga. Тот диван также был сделан из прозрачного ПВХ, но набит был старой ненужной одеждой известного бренда. Микромобильность рулит. Продолжаем обсуждать тему всепогодного велосипеда. Дождь и ветер не единственное природное явление, которое мешает наслаждаться этим видом транспорта. Многие европейцы помнят антициклон 2018 года, прозванный чудовищем с Востока, который принес Британии и Европу волну холода и снега. Спустя три года ситуация повторяется, и многим снова пришлось на время забыть про любимый велик. Но не всем. Непогода побудила популярного британского видеоблогера Кью, известного своими научно-техническими экспериментами, искать решение проблемы. В этом эксперименте британский Кулибин заменил велосипедные шины дисками для циркулярной пилы, чтобы прокатиться на байке по льду озера. Видимо, лед должен быть довольно толстым, чтобы велосипед не превратился в бур для подледной рыбалки. Я думаю, стоит предостеречь от повторения такого опыта дома и не выезжать на таком транспортном средстве в люди, если, конечно, вы не участвуете в боевых действиях. Но вообще очень здорово наблюдать за полетом конструкторской фантазии и за процессом создания этого транспортного средства. Постоянный герой наших выпусков новостей, архитектор Кенга Кума, снова объединился с производителем спортивной одежды Asics для создания очередной версии кроссовок. Как и в предыдущей версии 2019 года, дизайн верхней части кроссовок отсылает традиционной японской технике плетения бамбука. Его песочно-бежевый цвет напоминает оттенки пустыни Сахара. Место, имеющее личное значение для Кенга Кума еще со студенческой поры. Подошва обновленной модели – это сочетание моноблоков и слоев для поддержания стопы. Верхняя желто-коричневая прослойка, сделанная из экологически безопасного материала на основе древесины, и белый опорный слой. Двухкомпонентная стелька из артолита и пробки в пяточной зоне дополнена компенсирующим гелем для усиления амортизации. В качестве трикотажного материала, покрывающего ступни, используется переработанный полиэстер. Орнамент бамбукового плетения ненавязчиво повторяет фирменный рисунок ASICS, а новая система шнуровки с карабином-стопором позволяет пользователям регулировать натяжение шнурков одним касанием. Эти кроссовки стоимостью примерно 375 долларов США будут доступны в онлайн-продаже с 12 марта 2021 года, так что не пропустите, осталось совсем чуть-чуть. Ну а если кроссовки для вас слишком просто, обратите внимание на так называемые чудовищные ботинки из остатков былой роскоши от флорентийского модного бренда Ав-Ав-Ав или Эйви-Эйви-Эйви. Не знаю, как это произносится, но в общем очень интересно. Новый бренд модной одежды представил свое видение будущего или того, что по их мнению мы могли бы носить, когда все это безумие социального дистанцирования наконец закончится. Коллекция разрабатывается в Стокбольме и производится в Италии под художественным руководством Беата Карлсон. В последней коллекции, которая почти распродана, представлены гиперреалистичные изделия, расширяющие границы мода. Вершина шоу – пара сапог с четырьмя носками, получившая прозвище «Окровавленные ноги». Эстетика идеи, явно напоминающая внутренности человека, пропагандирует философию устойчивого развития, так как обувь сделана из силикона, и мертвой материи изготавливается из отходов соседних домов мода, переводится на электромобилях, продается через интернет и поставляется в переработанной упаковке. Сапоги доступны в темно-красном, ярко-зеленом, фиолетовом, металлике, черном и синим цветах. Беата Карлсон, самопровозглашенная королева силикона, уже была в наших выпусках новостей. Это она придумала ту самую силиконовую попу Ким Кардашьян. Но есть момент поинтереснее. Редактор нашего отдела новостей задается вопросом, как долго ей еще работать на своей социальной ответственности, чтобы подобные вещи появились у нее в гардеробе. Анна Вячеславовна, не усердствуйте, оно того не стоит. Редактор субтитров А.Семкин